я увидел, как можно так мастерски мужику вмазать ниже пояса, что он не понимает даже, от чего он страдает. И это, конечно же, мне помогает, когда я женщинам это объясняю. А что я такого сделаю? У меня все хорошо. Вот, то есть в этом смысле, понимаете, у меня не делится жизнь на личную, профессиональную, духовную, греховную. Вот, я просто живу свою жизнь и в этих, между этими контекстами, ну, есть конечно границы, грани есть, но они ну, как бы, как полутона. Ну, я не спасатель, конечно, но если человек рядом, ну, меня это касается, и моя задача показать собой. Это не то, что задача, а я желаю до боли, чтобы человек, провалившись в травму, вернулся. Вот, вы говорите слова, а между слов идет очень много тепла, даже вот картинку вы поставили на заставку, а у вас там лампады, лампады, светильники горят, и атмосфера такая теплая, и рубрика ваша в телеграм-канале «Печенье души», и про роды, про беременность, и отчий дом, это про хорошего папу. Это такая хорошая земная реализация, как отца. Вот как отца. И вот мой самый главный вопрос, ведь наверняка не только я одна теряется, а как же вас правильно называть вот в общении. Меня в общении называете, знаете, есть такое хорошее украинское слово «имья». Имя по-украински «имья». А это, смотрите, как звучит прекрасно. Кто «им» «я». Поэтому одни меня называют «батюшка», другие говорят «игумен Евмений», третий говорят «евмений», вот четвертый говорят «сыночек». Ну не «сыночек» точно. Конечно. Батюшка очень отзывается, «игумен Евмений» очень отзывается, но это такое вот, чтобы проявить уважение, иногда в порыве каких-то чувств хочется говорить «евменишка», простите, ну вот это правда. Ну да, это уменьшительное, ласкательное, и это такая форма, ну как сказать, которая для меня неприемлема. Почему? Потому что я не люблю, когда уменьшают и ласкают. И на самом деле вот эта книга, видите, она у меня тут в закладках, в закладках. Ух ты! «Путь духовного поиска» «Игумена Евмения», она правильно называется, автор-составитель, она очень зрелая. И она, конечно, не про те пары вычувствовала, которые у меня вот иногда вылетают. Они вылетают, мои такие, наверное, женские какие-то, наивные. А здесь очень действительно зрело. И для меня эта книга, ну, во-первых, когда я была в вашем отчим доме, я именно на нее, на полке у вас посмотрела, и поняла, что я ее куплю, когда буду уезжать. И вдруг я ее получила в подарок, еще и с подписью, что она лично мне, и это прямо ценный подарок. Я чуть-чуть скажу, как я с ней что-то, ну, живу, что ли. Я ее полистала, посмотрела и положила в сторону. А в какой-то момент, когда вот что-то такое зовет, я ее открываю на разных страницах. И очень интересно, что, в общем, начала я ее читать с середины. Там есть такое темное, темная ночь души, и, видимо, это с какой-то темной моей ночью совпало. И вдруг я увидела, что вы тот собеседник, которого, кажется, я искала уже давным-давно. что мы читали очень много одинаковых источников. И одновременно у меня тут много открытий. Я тут даже написала, что вот этого я еще не знаю, и вот этого я еще не знаю. И даже приготовила тут стопку книг, которые у меня есть. Ну, вот, например, хочу показать. Очень хорошая, очень люблю ее. Ага, значит, вам ее уже дарить не надо. Хорошо. Есть Эрнст Молдашев у меня. Я его вот у вас тут не очень нашла. Еще есть Хазрак и Найадхан. Я не знаю, знаете вы такого или нет. Как же не знать? Наш человек. Ну, как же тогда вы все знаете? Нет, ну, не то, что все знаю. Видите, когда мне на самом деле, как Хазрат и Найадхан сказал, пергаменты не утоляют жажды. Вот с этой строчки можно, в принципе, как бы как эпиграфом к нашему разговору. Потому что, смотрите, много чего было сказано, много чего было написано, но для меня очень ценно, ну, несравненно ценнее вживую говорить, потому что интонация говорит гораздо больше, чем слова. Мы же не знаем, понимаете, слова как составлены. За каждым словом стоит какой-то опыт. И мы не знаем, какой опыт стоит за словом Бог, за словом Любовь. Вот, например, недавно мне на Ютубе одна женщина прокомментировала, «Все, что вы пишете, это все про платоническую любовь. А в жизни все по-другому». Я говорю, я пишу не про платоническую любовь. Платоническая любовь – это любовь ученика к учителю и учителя к ученику. У Платона были ученики, и у них были такие очень близкие, любовные, почти романтические отношения. Я не об этой любви пишу, потому что это частный случай. Я пишу о базовой сердечной любви, которая является основным компонентом любви. Если ее нет, то все остальное – это любовные игры, любовные отношения, борьба за сексуальный ресурс, отработка каких-то травматических сюжетов под видом «Люби меня», безусловно. А вот сердечная любовь, она является излучением вне зависимости. Есть объект любви или нет. Есть в настоящий момент собеседник, это интервью, это консультация, это личные близкие отношения, вот это базовый компонент. Если этого базового компонента у человека нет, нету, то под словом «любовь» в него стоит какое-то вообще свое значение. Скорее всего, тот опыт, который человек впервые импринтировал, запомнил, запечатлел, как любовь. Может, это мама и папа, и отношения мамы или папы – это любовь. А если там было обесценивание и что-то такое, то вот такая вот любовь. Поэтому очень важно, когда человек говорит из состояния любви, делится из состояния любви, консультирует из состояния любви, там у людей как бы смысловые значения, они как бы становятся вторичны. Ну вот, понимаете, поэтому Хеллингера я как понимаю? Я слышу его интонацию. Я много его смотрел и то, что в этих книгах написано, это в большей степени расшифровки его, таких спонтанно рождающихся фраз. Я слышу его интонации и поэтому мне резонансно, мне понятно. Любая фраза не автономна, в зависимости от того, кто это сказал. Поэтому есть человек, который говорит, Бог есть любовь. И ты смотришь, кто это сказал, реализовал или человек это. Или это механическое повторение. Или знаете, такие девочки, которым лет по 19 не говорят, ну, все религии ведут к одному Богу. Так вот, значение фразы у этой девочки и у мистика, мудреца, который в аскезе провел там 30 лет, что все религии приводят к единому. Это разные значения, но буквы одни и те же. Поэтому скажи мне, не надо говорить. Вернее, и скажи, когда твое слово есть действие. Вот в греческом языке есть два слова. Логос, это буквально написанное слово, и рема, это слово воплощенное, слово действие. Если человек это не практикует, но слова говорит, мы попадаем в ловушку слов, и мы являемся вероносоносителями мертвых букв. Вот. И чем мне нравится ваша всякого рода рилсы, вот вы как-то хитренько очень входите в состояние того, что хотите сказать, и говорите из состояния. Поэтому это Елена смотрится всегда как подлинная, как переживательная. И каждый ваш рилс как таблеточка, понимаете, входит, человек посмотрел про доброту, про маму, про любовь, про счастье. Вы это живете. Поэтому вам и верится. Хотя содержание слов может быть банальным, но как бы общим. Вот в этом смысле я всегда в человеческом общении и в живом общении получаю больше удовольствия в настоящий момент, чем из чтения книг. Спасибо огромное. Я на самом деле об этом своем состоянии очень много ломала отношений. Как-то не так складывались ситуации. Вот эти поиски Бога через разнообразные религии. И мне всегда мои родные и близкие говорили, что это неверно, это неверно особенно для женщины нужно как-то держаться чего-то одного очень такого устойчивого, несгибаемого, что в этом очень много метания. Это мои родные и близкие, люди, которые есть, которыми мне довелось встречаться. Это и шаманы, и психологи большие, это и по монастырям поездила я к разным батюшкам, и монашку я лечила, и с ней беседовала, я врач по основному образованию. Вот. И они говорили каждый что-то свое, по-разному, по-другому. кто-то питал мою душу неугомонную, кто-то ранил ее, и вот наверное я очень обрадовалась тому предложению, что вот я просто написала я читаю вашу книгу, и вы вдруг предложили давайте поговорим. Я обрадовалась, потому что можно открыть рот и говорить, и одновременно хочется помолчать и подышать одним воздухом. и поэтому есть такая трепетность какое-то возбуждение, как же это совместить, когда мы на расстоянии, когда это онлайн, воздух это чувствуется, но в записи тогда не будет ничего происходить. Я понимаю, очень понимаю. Вот. Скажу, что меня очень удивило. То есть здесь, конечно, очень много авторов зрелых рассуждений и ваших высказываний. А меня очень удивила обычная статистика. Вот в 92-м году вы стали священнослужителем, а я стала мамой. И это такой вот для меня нонсенс, что в то время, когда я была вообще далека от Бога, человек был близко и он уже туда как-то сам пришел. И мне непонятно, как люди приходят, как вы пришли. Мне понятно, как я пришла. Из каких-то проблем, которые возникали, я искала их решения, отклик приходил про Бога, про религии и вообще про душу, про любовь. Наверное, вы про это уже говорили, но я как-то не услышала, как вы первоначально туда попали. Ну, давайте так, я из памяти могу, это сухая статистика, помню, что мои родители были неверующими, родился я в Советском Союзе, а мое движение в сторону духовного поиска было не благодаря, вопреки. Я, один из моих орденов, в том, что я один из последних в Советском Союзе, кто был исключен из комсомола за свои религиозные убеждения. Вот, это так, как бы, это память, я, я ничего не чувствую там, меня вообще в прошлом нет, и если меня спросить, а вот вы были на стоительном монастыре, а вот вы совершали литургию, каково это, но меня там нет. Каждый раз, уходя из того или иного жизненного контекста, я оттуда забираю себя полностью, я там не живу. Вот я знаю, что есть люди, обычно в старости это происходит, когда они чувствуют, что жизнь уже уходит, и они возвращаются в студенческие годы, к первой любви, они что там рассказывают, делятся, они прямо оживают и молодеют. со мной иначе, я себя оттуда забрал, и все это сухая статистика, в 92-м, или в 2001-м, или в 2008-м, я даже годы не помню, что в каком году, что было, потому что я забираю себя оттуда полностью, я живу вот здесь и в этом смысле интенсивность жизни, интенсивность встречи с конкретным человеком, глубина проживания, вот это мне интереснее, а там как-то оно случилось так, и все, и это был, как там говорил один из мудрецов, когда ты ищешь Бога, ты находишь себя, когда ты ищешь себя, ты находишь Бога, вот где-то эта вся состыковка произошла, и меня так особо и нет, и Бога особо и нет, потому что, ну а где Бог? Бога, как внешнего объекта, не существует. А тогда как вы пишете книги? Ведь для того, чтобы вот даже эту книгу написать, наверняка же пришлось вот туда вернуться, и эти материалы как-то вот разместить в последовательности. Ну, на самом деле все мои книги, вот те, которые три вы видели на полочке, это ценные цитаты других людей, которые созвучны настолько, что они стали уже моими. Я смело могу под Миркиной, померанцем, муджи, или, например, как хазратами на Яном ханом, без зазрения совести, просто взять и подписать своим именем. Просто этого не делаю, потому что в социуме существуют вот эти авторские права, и я с уважением к авторам. Вот, поэтому только эти идеи, которые мою мысль будоражили, которые как бы звучали на два-три шага из того, с той области, куда я уже иду. То есть иногда вот есть такое, знаете, слово хорошее, русско-славянское, вот слово звучит так, неизреченное. Вот есть какое-то неизреченное переживание, невозможно его изречь, понять, и оно как, вот, и вдруг четыре строки где-нибудь стихотворные, например, там, вот, у Веры Полосковой есть такие строки, столько Бога, что хочется три страницы, а не получается и абзац. вот это вот предчувствие неизреченного, да, вот, и поэтому я вот просто в качестве дневников, если в до интернета мы в дневники писали все в стол, то в эпоху интернета как бы нам очень прикольно, классно, интересно делиться и нашими открытиями, и созвучными цитатами, это все сейчас вот возможно. Есть в этом другая крайность, что мы становимся людьми без тайны, то есть все, что мы проживаем, мы чуть-чуть проживание подошло, и мы сразу включаем и записываем, и получается у нас для себя как бы ничего не остается, все на показ, поэтому я сейчас потихонечку сворачиваю эту лавочку, и есть области жизни, и их много, которые я не буду публиковать, записывать, потому что это мои внутренние миры, и вряд ли я кого-то туда буду запускать, ну, только что на пороге там посидеть или на кухоньке чайку попить, потому что внутренние миры, они же прекрасны, они рациональны, и они феноменологичны, то есть их нельзя зафиксировать, внутренний мир это происходящее с тобой, вот как бы вот в моменте ты открываешь эти комнаты в твоем внутреннем дворце и говоришь ух ты ж, ух ты ж, а это это внутри тебя было, но оно разворачивается под ногами идущего по этим коридорам и прекрасным залам, вот, поэтому из внутренних дворцов я репортажи не веду, я здесь я искренен, но я в большей степени нахожусь, нахожу те слова, которые будут полезны и ценны тем спутникам, странникам, которые идут по дороге к себе, к другим людям глубокой встречи с другими людьми, и эти слова меня питают, вот они звучат во мне, и я ими из этого состояния делюсь, если я говорю из головы набор психологических истин, но это мертвое, мы видим сегодня много мертвой психологии, где люди академически образованы, а душевной теплоты в этих словах нету, переживания нету, это просто пересказ из пересказа, пересказ из пересказа, и мы научились обманываться, что мы верим в такой психологии, и мы ходим таким психотерапевтом, которых справедливо называем мозгоправом, на психотерапию, за психологической консультацией, но с душой ничего не происходит, моя задача словами, личным контактом как-то разбудиться, ставить журчать, звучать в терцию тем нотам, которые вот отсюда больше. Меня очень тронуло, что прямо в начале книги есть такая аналогия с консерваторией, в которую приходишь, потому что консерватория длительное время было моё самое любимое место, она у нас ещё с органом здесь, в городе, и там бывает и тихо, и тихо, когда даже многолюдно, потому что приходят такие люди, которые могут тихо слышать музыку. И сейчас то, что вы говорите про свою душу, которую вы активно не показываете, и она... Нет, нет, не активно не показываю, а не демонстрирую её через соцсети. Я могу открыть, пригласить, показать в личном контакте. Но смотрите, что происходит, когда мы выплёскиваемся всей душой. Понимаете, вот смотрите, интересная штука получилась. Ещё историкам и психологам придётся изучать деформацию нашей психики с появлением интернета. Смотрите, мы какое-то тайное глубокое переживание выплёскиваем в контакт в фейсбук в виде текстов, но не доносим другому человеку, даже самому близкому. И даже близкие друзья, они разговаривают так, ты читал мой последний пост? Я там написал, а люди пишут сокровенное в текст, но не находят контакта, а выплеснуть в виде текста это в соцсети всеми никому, но не находят контекста, чтобы глубоко поговорить, ну как мы с вами. Понимаете, поэтому я показываю своё переживание, вот, вчера у меня был непростой групповой случай, когда одна женщина у нас в центре, да, находясь, провалилась в травму очень глубоко, и знаете, как я узнаю людей, провалившихся в травму, я говорю, что происходит? Лена, что происходит? Всё хорошо? Вот это вот, всё хорошо, вот такой интонации, но там как что-то сработало, запустилось, и человек провалился. Вот, и когда вот так вот происходит, я понимаю, что если я буду действовать инструментами психотерапии, я, конечно, её достану, но это будет эмоциональное насилие. Наводящими вопросами, всякими такими, представь себе, давай вытянем метафорическую карту, но это будет, ну мне ничего не остаётся как догола раздеться самому и сказать, смотри, мне больно, потому что я стучусь, а ты мне платишь, никого нет дома, как кролик из мультика про винякуха, отвечаешь, нет, там есть кто-то, и я с тобой, я с тобой полностью, и мне больно от того, что ты куда-то ушла, но я даже не знаю, куда нырнуть, чтобы тебя вытащить. Ну, я не спасатель, конечно, но если человек рядом, ну, меня это касается, и моя задача показать собой, это не то, что задача, а я желаю до боли, чтобы человек, провалившись в травму, вернулся, вот так вот, вот в таком взаимодействии, и лично я готов слова сказать, и когда я говорю, слушай, Лен, она говорит, так что мне, на консультацию к вам записаться? Я говорю, нет, тебе не поможет, консультации, просто расскажи, вот, и когда, вот понимаете, когда я замечаю, в личном, люди психологически не, как бы, не тонкие, они начинают использовать инструменты психотерапии к личному контакту, вместо того, чтобы помочь быть рядом, когда человеку надо пережить свое горе, они начинают делать рефреминги и смену субмодальности и всякого рода техники, представь, как ты будешь чувствовать себя через пять лет после того, как ты похоронила маму. Здрасте, так это не работает. Так вот, я сейчас, вот, понимаете, психологическое, вот это все, вся база стала, вот что я замечаю, в определенном смысле, какой-то религиозной системы. Люди разговаривают, употребляя выражение треугольник Карпмана, в обычной жизни ты попала в треугольник, и вот они две молодые клуши, которые с красивыми ногтями и с офигенным макияжем сидят и трещат за чашечкой кофе про треугольник Карпмана, ну что это, а по-человечески можно сказать, подруга, ну ты влипла, ну посмотри, ну, ну я понимаю, что тебе трудно, я с тобой, ты можешь на меня рассчитывать, такие простые человеческие слова, мы начинаем их забывать, заменяя психологической терминологией, но я не знаю, как я выскочил в эту ветку рассуждения, но если я слишком погнал, тормозите меня. Я очень понимаю, про что вы, мне это очень созвучно, потому что я совершенно неправильный психолог, я прихожу на супервизии при этом, то есть это такой метод, где психологи собираются и обсуждают, какие-то случаи, где они справились и где нет. Прихожу для того, чтобы слушать, смотреть, иногда рассказываю про свои случаи, вижу, что меня не очень понимают, не понимают, почему я готова отвечать людям, не говоря, что на следующей консультации обсудим, потому, потому что до следующей консультации он может не дожить, он может сломаться, но если он там физически не погибнет, надеясь на то, что у каждого человека есть здоровая часть, которая его все-таки вытаскивает, и бог, который в том числе как-то поддерживает и не дает ему улететь раньше времени куда-то, то все равно он может закрыться навсегда. Да, да, я понимаю. Больше не дверят никому, он может сформировать какое-то свое представление о том, что помощи ему вообще теперь ждать негде, потому что к психологу страшно прийти, я когда-то впервые сама попала к психологу, так я вышла оттуда полностью вся вспотевшая, у меня было полностью мокрое платье, что к священнику попасть, если ты вот прям хочешь душевно поговорить, это очень трепетно, ты открыт, полностью оголен, и одно неверное движение, и ты можешь сломаться, но совсем окончательно, я это проживала и с психологами, и с ссореной, и со священниками тоже, вот, наверное, из своего опыта, из чувствительности, действительно, надо быть тонкочувствующим, но где же взять столько тонкочувствующих, так, тут моя-то задача не, даже не воспитывать тонкочувствующих, не искать их, а не утолщаться, как бы, чтобы быть понятным, понимаете, у меня есть изначально такая, как бы, способность, я бы сказал, одаренность, этим не грешно хвастаться, потому что это не мое, талант миссионера, это означает сложнейшие богословские истины донести простым, прикольным языком, чтобы заинтересовать людей дальше двигаться глубже, и я в какой-то момент очень много и сложного перевел на простой интересный язык, на котором люди нить разговора слушают, так, что им даже в туалет не сходить и чайку не попить, потому что интересно идем, в какой-то момент я понял, что получается, что я упрощаю сложное до понятного, но это сложное в сознании становится прикольным и примитивным, и последние, может быть, годика-два я перестал держать этот фокус внимания, я просто говорю, и если я перехожу на сложную терминологию, если я говорю, ну, как бы там многоуровнево, я не корректирую, потому что тогда притянутся люди, которым интересно глубокое философское, я считаю, что профессиональный психолог, человек, помогающий профессии, выполняет то, что в современном мире, то, что ту роль, которую выполняли философы, гуру, учителя, старцы, ну, вот, мы просто стали носителями мудрости в светском мире, и люди приходят на самом деле за мудростью, многие приходят, чтобы полегче было, когда боль, когда травма, но как понимать этот мир, а мир усложняется ежесекундно, понимаете, вот мы начали разговор, а через полчаса он еще больше усложнится, и с этой сложностью многозадачности людям справляться все сложнее, и идет акцент на интеллект, на ум, на интеллектуальный отхват, и вот это скачаю ссылочку, у нас же куча скачанного, непросмотренного, непрочитанного, у меня куча купленных книг, вот, которые я уже точно понимаю, что в этой жизни я не прочитаю, а в той неизвестно, читаю там или нет, вот, но единственное, что нам остается, это то, что вот говорить вживую и рождать смысл вживую из диалогов, поэтому мне очень нравится, и я люблю консультировать, потому что из запутанной истории, из запутанного клубочка сюжетов можно разобрать по небольшим разноцветным клубочкам и связать красивый шарфик уже на выходе в течение часа человек выдать и связать вместе, вот, поэтому вот я сейчас за то, что я сколько мне осталось не знаю, но я не буду упрощаться, я буду говорить так, как внутри чувствую мысль, и это искренне, и это от души, и в большей мере даже хороший видосик записывается, когда за, вот, за камерой находится вдумчивый собеседник, который ждет, которому это интересно, вот, и я его вижу, и из этого контакта рождается, вот, а книжечка, видите, такая, путь духовного поиска, я понял, что эти посты в контакте, интересные, глубокие тексты, в том числе, из дневника моей тишины, они ведь написаны, не уходят туда вниз, и больше их никто не увидит, и ответственность автора или мастера за свое творческое наследие подвигло меня это все скомпоновать и уложить, и структурно как бы разместить по, я мыслю мозаично вообще, то темная ночь души у меня, то смерть, то божественная эра, то может быть, как сказать, переход с рационального на плюралистический уровень развития, с плюралистического на мистический уровень развития, соскакивание с мистического на мифологический, я очень люблю на основу мифологических сюжетов размышлять, думать, потому что это самая устойчивая форма передачи глубинных смыслов, и как оно происходит, как оно происходит в моей душе, в моем общении, это каждый раз по-разному, поэтому структуры нет, но жизнь интересная, а вот в конечном итоге эта книга была попыткой собрать себя и свои внутренние открытия, смыслы в некую единую структуру, и вот этот вот момент, каждый автор его знает, когда завтра сдавайте типографию, у тебя еще не готов макет, и ты понимаешь, что не хватает еще полтора абзаца здесь, и еще где-то был текстик, который нужно срочно найти и вставить в предпоследнюю главу, вот, но когда книжка уже сдана в типографию, уже на пленочках передана в типографию, ощущение, вот я честно хочу сказать, я переживал ощущение женщины, которая родила ребенка, когда он вышел и отделился, и уже книжка живет много лет самостоятельной жизнью, она совершенно самостоятельной жизнью живет, и я уже забыл, что там написано, честно скажу, я не нашел это все. И на самом деле как раз улыбаюсь, потому что хотела сказать, а вы уже это произнесли, что как женщина, которая родила малыша, очень похожа, что вот там очень много детей рождено и выпущено в свет, и действительно напоминает беременность, роды, и даже удивило меня, что у вас вообще там книжка, когда-то где-то написано «Здравствуй, малыш». Да, у меня есть книжка о здоровой беременности, причем я ее писал как-то феноменологически, мне ее прислали, еще служил в монастыре, вот, и книжка прошла три редакции у психолога, который Антон вахмистров, у неонатолога и у одной женщины-христианки, которая акушер-гинеколог, вот, я, мне очень нравится давать на прочтение, мне очень нравится сотворчество, этим трем людям последовательно, я давал, говорит, может, я тут в терминах ошибся, где-то, может быть, я перегибаю палку, какое-то суждение, ну, как бы, быть как, ну, обреченностью какой-то, вот, иногда скажешь, обычно дети, у которых нет папы, вырастают такими-то, и у человека тогда, как будто, он ограничен в каком-то ящике, да, вот, а если это смягчить жесткость и сказать, нередко случается, что, то тогда ты человека не забиваешь в этот ящик, вот, поэтому, здравствуй, малыш, книжечка, она разошлась тиражом, я еще тогда в православном контексте работал, там прекрасный младенчик на обложке, она разошлась тиражом 50 тысяч экземпляров во всей Святой Руси, вот, а там же, понимаете, там же было время, когда православие возрождалось и печатали только какие-то очень классические источники, а людям нужны были ответы, как все эти духовные знания православные применить в современном мире и, да, в жизнь, и вот я вот в этом смысле был адаптером, таким мостом между современностью и классическими источниками и формулировал, говорил, и вот так, но как бы с какого мороза, господи, при чем здесь здоровая беременность, я вообще монах, я туда вообще не собираюсь лезть, вот это рожать, быть в биологическом смысле папой, зачем мне, вот, и я вот, может быть, мудрость Господа высших сил видим в том, что, ну, например, я уверен, что если бы я был женат, и у меня бы были свои дети, я настолько эмпатичный и любящий, что я бы вот это все отдавал им, а клиентам всем или больным душой по остаточному признаку, принципу, вот, когда, ну, то есть, вот это вот служение людям, если человек выходит на тропу миссии служения, мне кажется, это вполне нормальный ход вселенной, если он влюбляется в мироздание, что от слишком большой обремененностью семьей и детьми нас освобождают. Для меня это показатель мастерства, ну, как бы приглашения к танцу. Ну, как бы мне кажется, что психологи, психотерапевты, они дорабатывают, исправляют те ошибки, те сложности, которые Господь просто не успел. У кого-то мама нарцисска, у кого-то папы не было, у кого-то там ранили, там отвергли, у кого-то травма брошенности или покинутости. Вот, и наша работа быть здесь Божьими руками. Не так, что Бог не справился, нет, Он просто эту работу передал нам, но это не для всех такое удовольствие. Вы знаете, если человек дипломчик и получил, но работать он не может по этой специальности, не складывается, не идет по какой-то другой причине. Мне кажется, существует некоторая высшая селекция. Вот знаете, как хомячков нас аккуратненько направляют одного в ту сторону или муравьев в другой в ту сторону. Я ни разу не жалел и был категорически счастлив тем, что моя жизнь складывается так, как складывалась. На определенном этапе этот православный контекст был определенной ценностью. Я там был не рабочим, не работал там ни дня. Я вложился туда и всей душой проживал. Сейчас другое. Сейчас мне интересно другая мифология, другие какие-то парадигмы, другой контекст самовыражения. Ну, как бы я очень доволен, что все именно так. На самом деле вы говорите слова, а между слов идет очень много тепла. Даже вот картинку вы поставили на заставку, а у вас там лампады, лампады, светильники горят, и атмосфера такая теплая. И рубрика ваша в телеграм-канале «Печенье души», и про роды, про беременность, и «Отчий дом» это про хорошего папу. Там Бог отец, Дух святой, вы отец. Это такая хорошая земная реализация, как отца. Вот как отца. Ну, да, так видите, меня много лет гипнотизировали люди вокруг меня, называя «Отец» Евгений. Но это ж гипноз, согласитесь, кого-то владыкой называют, и человек сразу владыкой, у него такой животик, он такой солидный, ходит, благоставляет. А меня отец, вот, поэтому уже никуда не деться, понимаете, с этим всем. Оп, а почему это вы называете себя игумен, и вменя? Я говорю, ну, потому что меня так называют люди, и потому что мне под такими именами известно. А вот вы уже не в РПЦ, а вы привлекаете электорат, привлекаете людей тем, что спекулируете, чтобы православных собратьить. Я говорю, ребята, те, кто категорически православный, православный, а все остальное в ад, они ко мне не ходят и так. Конечно, конечно, потому что, ну, даже если взять эту книгу, как можно совместить все, что там совмещено, все эти высказывания. И мне очень понравилось, я сейчас уже не буду тогда открывать эти закладки, смотреть, кто же это говорил, это чего-то, это не ваше рассуждение о том, что если Бог вот в одной религии, а в другой тогда исключаем, то есть если я приверженец этой религии, как вообще разобраться, почему одна религия полностью противопоставляет другую, и тогда она как будто бы другого Бога не признает и исключает. И здесь оно все собрано, оно единое, оно про весь мир, про центр в нашем сердце, в любви, если человек очень вот приверженец очень строгие каноны, и он даже не ищет там, с любовью он это делает, без любви он это делает, не проклинает ли он случайно из другой религии человека, и на самом деле при этом грешит, даже против своей души, но он тогда строго в этом кануне, но как он к вам придет, скажите, он не может прийти, он зачем-то держится сейчас чего-то такого крепкого, возможно, ему нужно, таким людям нужно не упасть, не нужно пока что за любовью, за расширением, им бы собраться и как-то за что-то зацепиться, и мне очень много уважения к этим людям, которые не ищут, может даже других подклинают, лишь бы только зацепиться за что-то и не соскочить, а чтобы их мнение никто не перебил ни в коем случае, но это для чего-то им сейчас тоже важно. Это внутренние опоры для того, чтобы потому что мы приходим, смотрите, особенно уже после всех этих перестроечных лет, а на что опираться, а как правильно, а что вообще, как жить-то, понимаете, и когда появляются самые разные такие описательные парадигмы, психологи, религии, какие-нибудь йоги там, и каждый как-то какие-то ура-патриоты, которые всех разбомбим, потому что мы правы, и мы имеем на это право, вот, и как бы человек за принадлежность к стае платит свободой, жертвует своей критичностью, своей душой, своим анализом, и он становится принадлежащим к той или иной религиозной системе, которая даёт защищённость, такой протекшн такой, вот, делает, вот, и то, чему я учился у своих замечательных учителей и Кену Вилбера и Мишкина и Померанца, что? Ну, всё это твоё, небо и Хеллингера, небо твоё. Потом, смотрите, когда вы говорите совместить, моя писательная метафора другая, совместить, это вот как-то их так, как пазлы совмещать, но если я выхожу под звёздное небо, я смотрю, что каждая звёздочка на своём месте, если их всех совместить, то в небе будет одна яркая точка и чёрное небо, а нам же, когда вот и медведица, и орион, и весы, вот, и какой-нибудь там телец, и огнегривый лев, исполненный очей, всё прекрасное звёздное небо, и точно так все цветы совместить в одно, зачем? или все блюда всех кухонь мира совместить в одно универсальное блюдо, поэтому я против, в этом смысле, в культурном смысле, я против экуминизма и эклектики, я за то, что вот каждый жанр прекрасен по-своему, и только мастерство, например, музыканта может в одном музыкальном произведении совместить и рок, и инструменталочку, и элементы джаза и так далее, то есть это нужно обладать, но это в большей степени баловство, каждый жанр прекрасен по-своему, вот, когда, вот знаете, мне, я долгое время ел салаты, потому что мне, ну, как бы, так принято было, что огурцы, помидоры, лук, майонез, давай, это салат, на оливье, горошек, там, какая-нибудь, картошка, морковка вареная, но потом вдруг я понял, что мне интересно вкушать каждый фрукт, каждый овощ в отдельности, чтобы ощущать и переживать его вкус, потому что чем больше эклектики, тем труднее заметить какой-то индивидуальный вкус, сейчас я вот как-то так думаю, о, капусточка, только капуста, вот, точно так и здесь, вот, я сейчас смотрим какое-то азиатское кино, оно по-своему прекрасно, там так тонко передано, вот это чувственное, чувственные нюансы, прямо такими полутонами, нуаровыми, у нас так не умеют, я очень люблю индийское кино, я очень люблю вот этот вот, ну, как сказать, русский арт-хаус, где с откровенностью, безапелляционностью показан весь наш русский мир, когда мордобой, полицейские, вот эти бесконечные измены с наглой рожей, вот, я люблю это смотреть, я это этически не оцениваю, я не вхожу как консультант, я просто думаю, как же они месят друг друга, как они гаденько, профессионально и пассивно, агрессивно изменяют друг друг, как они классно сливают друг друга, один фильм недавно русский смотрели, мастер-класс по всем психологическим манипуляциям, в одном 15-минутном отрывке, вот, недавно посмотрел фильм, мне задавали очень часто вопрос, а могут ли ужиться два нарцисса, посмотрели фильм Кирилла Серебренникова, жена Чайковского, два нарцисса, я имею ввиду, конечно, кинематографический сюжет, как там было в реальности, никто не знает, как они уничтожали друг друга, как они перевоспитывали друг друга, неглектили, банили, затыкали, обесценивали, просто энциклопедия, три часа обесценивающего видео, я вижу, одной своей частью, душа моя устала это смотреть, но сознанием, я же смотрю, в том числе и профессионально обучаюсь, я увидел, как можно так мастерски мужику вмазать ниже пояса, что он не понимает даже, от чего он страдает, и это, конечно же, мне помогает, когда я женщинам это объясняю, а что я такого сделаю, у меня все хорошо, вот, то есть, в этом смысле, понимаете, у меня не делится жизнь на личную, профессиональную, духовную, греховную, вот, я просто живу свою жизнь, и в этих, между этими контекстами, ну, есть, конечно, граница, грани есть, но они, ну, как бы, как полутона, вот, и я понимаю, что надо отдыхать, нужна личная жизнь, и прочие вещи, и я по схемам супервизоров, коучей, все это прочитываю, и что-то беру, а что-то говорю, ну, не могу я в эту, в эту пиндюрочку залезть, вот, в эту маленькую коробочку. Не помещаюсь. Не помещаюсь, да, да, да. Слушайте, с каким наслаждением я сейчас смотрела, я смотрела, какие картины рисовались от того, что вы говорите, здесь лук появился, тут же распахнулось звездное небо, уже симфонический оркестр играет, а тут какие-то рок-музыканты вклиниваются, бегут в эту музыку. И еще и путь духовного поиска, здесь еще над всем этим. Путь духовного поиска, слушайте, и вот у меня прям так крупными буквами, как сердце пульсирует, человек живет полноценную жизнь, как же вы любите жизнь? Ну да. Жизнь, вот сейчас, когда это видео выйдет и будут его смотреть, и каждый скажет про любовь, что это такое свое, и что значит он любит жизнь. Вы знаете, чтобы происходило движение, чтобы ничего не застывало, чтобы ничего не фиксировалось окончательно, и навечно оставалось мумией. Вот вы все время это двигаете, пространство двигаете. И когда в вашем отчим доме я была на расстановках сказки, в общем, я даже тогда сказала вам, это не расстановки, ну то есть классические, это вообще ни разу не расстановки, но там концепция так одна, но там так много вот этого двиганья. Если посмотреть со стороны, то это полнейший хаос. Это расстановки внутреннего хаоса, попытаться погрузиться в него и хотя бы увидеть, как он двигается там, и понять, имеем ли мы хоть какие-то ключи управления к этому хаосу, или он нас захватывает, захватывает так, что мы теряемся в этом всем. Вот, мы теряемся, и можно по поводу того, что мы теряемся в внутреннем хаосе, в этом бульоне подсознании, очень скорбеть и всю жизнь себя выстраивать, дисциплинировать, прописывать графики и так далее. И это тоже путь. Можно довериться мудрости бессознательным и импульсу души и просто идти за этим. Вот, например, вот я сейчас сижу за столом. У меня на столе полнейший хаос. Просто здесь куча всего. Вот смотрите, вот такие штучки есть. Я их показываю на консультациях. Вот такие какие-то штучки есть. Вот какие-то часы, жесткие диски. Вот мой любимый запах Блэк Афгана. Я сейчас им помар. Но, да, вот у меня есть такой домик теплый, уютный, когда я рассказываю про чувство дома. У многих людей не чувство дома. Ну, просто они все оказались здесь случайно. Есть лента скотч, когда одна женщина, я не знал зачем, но одна женщина на консультации говорила и говорила и мы три раза в течение 20 минут попытки вклиниться и задать вопрос, а я-то вам зачем нужен или нет. Не перевели ни к чему. Тогда я отрезал ленту коч, заклеил себе рот у нее на глаза. И она просто обалдела. Я говорю, именно это после того, как сняла ленту, ты сделала со своим мужем. Говорила, говорила, объясняла, объясняла. Вот, понимаете, вот у меня есть, например, тысяча рублей здесь лежит. Не знаю, зачем. Скрепки, духовные скрепки, смотрите. Вот, вот такой очень хороший запах, ну, крем такой для бороды, чисто мужской. Мне подарили зачем-то, я не знаю, я вот его там на бороду иногда мажу. Вот свечки есть, вот арома лампа, вот зубочистки. Я говорю, некоторые психологи, они зуботычники, они зубочистки. Тыкают больные места, человеку больно, а они говорят, это катарсис, терпи. Вот, я вот показываю разницу между душепопечением и такой зуботыкной психологией. Нож есть, вот, вот, и я это зачем говорю? Я говорю это о том, что если я наведу здесь порядок и уложу всё, чтобы мне начать двигаться, мне нужно хоть что-то сдвинуть, чтобы что-то было несимметрично. Я много раз просил людей наводить порядок, они наводили. Приходили через полчаса, вот это всё было. То есть, кто знал бы, из какого сора рождаются мои стихи, Марина Ивановна Цветаева сказала. Поэтому я смирился с тем, что из хаоса рождается высшее, высшее творчество, высшие инсайты, высшие порядки. Но хаос это уровень порядка, недоступный нашему восприятию. Так вот, на расстановочной сказкой терапии я погружаю людей в тот уровень хаоса, недоступного восприятия, который есть внутри. И если притормозить и выглядеться, или отрефлексировать, мы видим, как мудро устроен этот хаос. Как я на третьей минуте игры проговариваюсь и говорю о себе то, что в обычном разговоре или обычной психотерапевтической работе никогда бы не ляпнул. Потому что мы научились быть приличными клиентами, которые нравятся своему психотерапевту. Маме. Маме. Маме, в конечном итоге маме. Да, 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 да. Я это просто восторг. Во-первых, тот хаос, который был там, он и позволял двигаться, и позволял многим ожить. И действительно, в итоге, прямо словами сказать что-то, что оно там давно уже застряло. И чего-то я себе даже не подозревал. То есть я я тоже вдруг нашла там я такая какая коварная бываю. То есть я же там какие-то кузни строила в одной из игры. Ну вот. А еще улыбаюсь, у меня тут тоже на столе, на котором у меня сейчас стоит ноутбук, у меня чего-то только нет. То есть если в комнате порядок, то на конкретно этом столе у меня даже однажды то есть у меня бывает тут еда. И эта еда однажды просто это было спасение. То есть ничего человеку было не нужно. Просто я кормила все время эту женщину сначала хлебом обыкновенным, а у меня прям тут как будто специально я каким-то Бог мне послал, что мне нужно вот сейчас есть именно за этим рабочим столом. То есть у человека было такое обесценивание, что я только вот какого-то кусочка хлеба жесткого достойна, а явства и вообще какие-то блага этой жизни это уже излишки. И я вот так потихоньку понарастающей смотрела чутко готова ли она уже что-то следующее принять. Там дошла до что-то у меня такой какой-то фрукт был вкусный на столе, вот до фрукта какого-то вкусного мы дошли. Вот и все, что мы делали, я ее через экран кормила едой. И если это сказать как терапию, что же я делала, у нее так потом все закрутилось, все так поменялось, какую-то очень голодающую ее часть, обесцененную ее часть, не кокушную ее часть, мы точно накормили. Ну, если так вот прям начать объяснять, что же я делала. Да, когда я, когда вы, когда мы идем в своем действии за своей душой, не пытаясь все это уложить в привычные психологические схемы, происходит все просто грациозно, великолепно, как падающие осенние листья, понимаете, когда мы рационализируем, пытаемся все привести к общему знаменателю, пытаемся понять и объяснить и аргументировать, что мы делаем, это все сделать можно, и словесная калибристика, она такая наука и искусство вообще очень хорошее, но зачем, если человеку полегче стал, самые глубокие изменения происходят, когда что-то сдвинулось, мы не поняли что, но почувствовали, вот обычно я говорю людям, не лезь туда, чтобы понять, что произошло, потому что иногда просто бабочку спугнешь, она убедит, вот, я вам бабочек туда отправляю тысячи штук, самых разноцветных, красивых, спасибо, и все-таки же структура, она есть, есть, правда и работа внутри интернета, внутри буквы, слов, формулировок помогает нам вернуться к структуре, то есть фраза может быть сказана спонтанно, но глупо, или банально, или по-резонерски, поэтому мастерство поддержания пауз, с одной стороны, с другой струны, вот, творец, он хаотичен, прекрасен, и он танцует, а вот редактор, все это превращает в продукт, вот, поэтому, если раньше редактировал текст, тот писал, и потом отложу, поредактирую, и так далее, сейчас я вот видео записываю, и мне доставляет неимоверное удовольствие вырезать кусочки, менять местами, редактировать свою речь, и есть реплики, которые контекстуально уместны, но для всех они как бы непонятны, неуместны, поэтому я, я и правая, и левая, правая и левая, это наши два крыла, говорят, что уже метафору, что правая отвечает за то, левая за это уже, это просто мы используем как метафору, мозг, говорят, что вообще по-другому работает, каждые полгода у нас полвека, мы переосмысливаем его работу, ну, конечно, и структура это мужское, спонтанность это женская, поэтому, когда я выпустил свою внутреннюю женщину, она танцует и танцует, танцует и танцует, вот, но мой мужчина начал исследовать, фотографировать, моделировать движение, их последовательность, из чего рождается такой прекрасный танец, чтобы передать его другим людям, или чтобы воспроизвести, или чтобы научить танцевать, вот так, очень много благодарности за ваш учий дом, я, конечно, всего и не знаю, что там происходит, только могу почувствовать, что там что-то хорошее с людьми происходит, вот вы говорите про вашу танцующую женщину, скажу, чтобы было понятнее тем, кто будет смотреть женскую часть и мужскую часть, на самом деле, несмотря на то, что вот, ну, я же женщина, да, я сейчас такие буду странные вещи говорить, женщина без мужчины, который должен быть как-то выше, что ли, шире, что ли, структурнее, что ли, я не могу сказать словами, как, но как-то он должен быть, не должен, как-то вот хочется, чтобы об него женское хаотичное приобрело красивую форму, потому что вот это женское умение творить, оно тогда превращается в колоссальное разрушительство, очень много истерик женских, очень много сумасбродства женского, есть же вот такое очень верное высказывание, что если ты там верно воспитал девочку, то ты уже создал целую нацию, то есть это дети, это их судьбы, это мужчины, их устойчивость, у меня какое-то внутреннее очень много лет ощущение, что нужно помочь мужчинам, чтобы они потом помогли женщинам, вот нужно помочь мужчинам обрести вот этот вот духовный стержень, силу, которая поломана всякими социальными процессами, я видела, что у вас есть какие-то мужские встречи, и у меня есть такая тонкая такая надежда, что а вдруг вы на этих встречах как раз и делаете вот это то, о чем болит моя душа, то есть я хочу быть красивых мужчин, безусловно именно этим, потому что ни одна женщина не может помочь мужчине стать мужчинам, женщина педагог, женщина психолог, волей и неволей, ну кроме уровня мастерства, там такое как бы, когда человек уже вышел за пределы мужского и женского, когда все целостно интегрировалось, вот, а так в основном женщины обучают мужчин как быть в этом мире удобными для женщин мужчин, то есть послушными, он был послушный сыном для мамы, слушался в школе, теперь будет слушаться жену, то есть женщина хочет она этого или не хочет, ну кроме уровня мастерства, подчеркиваю, она помогает мужчине стать удобным для женского мира мужчин, только старший мужчина может помочь мужчине сформироваться как мужчина, вот, я вчера буквально записывал вот тему такую с ребятами, чем отличается отец от папы, вот, если отец это биологический факт, отец это воспитание, то папу, то есть любящее мужское присутствие, чтобы ощущение было, что папа за меня, что с папой можно обо всем поговорить, это надо заслужить, где заслужить в отношении к ребенку, а многие папы не имели опыта, ну, отцовской любви, поэтому кто-то должен это делать, это делаю я и мы здесь, в этом плане мужские круги проводим, мужские семинары, ну, вот, где просто-напросто говорим, и где вот ключевое, обычно говорится мужской круг, но они там, короче, пивасик попивают, в бане сидят, и типа про баб болтают, а на самом деле ключевая задача это помочь мужчине получить ключи к собственной мужской нежности, к собственной душе, вот, через нежность, доброту, заботу, надежность отцовского присутствия, насколько могу я этим, это делаю, вот, говорят, некоторым помогает, вот так вот, мужское, это вообще, это тема темы, и вообще тема отдельного эфира, вот, а так делаем, и это тоже. Ну, вот так получилось, что сознательная часть воспитания, у меня двое сыновей и дочка, то есть, два сына, по краям и в середине дочка, но это не моя задача, непосильная задача, но она и непосильная их отцов была. Ну, видите, как здесь мантра существует очень хорошая, простая, отпускаем, благословляем, перепоручаем. Я думаю, что если жизнь ребенка сложилась так, что чего-то он недополучил от своих родителей, если он двигается по жизни дальше, его внутренняя мудрость, если будет в этом жажда, приведет его туда, где это можно принять. Сказали то, что когда-то до меня, я не знаю, нашептали небеса мне. Когда мы прожили с мужем 20 лет, это был первый мой мужчина, я вообще думала, что вообще везде так, у всех. И когда уже стал психологом, я столкнулась с тем, что бывает очень по-разному и шесть мужей, и много чего всякого разного. я была растерявшаяся, я не понимала, что мне делать с детьми, во-первых, я не могла их всех троих одновременно бдить, наставлять, выслушать, не потому, что у меня не хватало времени, потому, что так много было задач в это время, что как ни старайся, все, не углядишь. Откуда это родилось такое? Мне реально кажется, что какие-то мне высшие небесные силы это нашептали. Отдай этих детей в люди, доверь их людям. И я помню даже, как я эту фразу прям как-то то ли в небеса кричала, то ли провозглашала. Я ее прям произносила, что люди добрые, силы всякие разные. Помогайте, помогайте. Вот мне нужна помощь, и вот я делаю доброе людям, пусть оно начнет возвращаться через вас, через ваши руки к моим детям. Но оно работает, оно очень работает. Спасибо, Елена, за сегодняшний разговор. Скажите, как мы все это назовем? Потому что это такой божественный хаос, что я даже не знаю, как подобрать этому всему название, о чем мы говорили, очень интенсивно, глубоко, тепло, соприкосновение с вашей душой, с вашей глубиной очень чувствую. Ну, как это все назвать? Ума не приложу. Теплый божественный хаос. Теплый божественный хаос. Класс. Ну да, что-то такое вот есть, и это вообще здорово. Ну, а про вас и про себя хочу сказать, что резонансно, и что роднит в судьбах. вот, вот что я вижу, и не знаю, насколько это, ну, как бы не слишком ли я перехожу границы, когда это скажу, что если нас высшие равновесные, божественные силы выводят на уровень миссии служения, то истории гендерные, истории личных отношений, это что-то уже как будто бы позади. Мы взяты в служение, как дедушка Берт говорит, вот, и мы максимально цены и эффективны, когда мы не слишком обременены вот этими отношенческими задачами, и мне кажется, в этом, с этим можно поспорить, но назвался Грузием Полезай в кузов, нас взяли и сказали, вот, давай, о твоих детках позаботимся, а ты уж заботись о тех, кого я тебе приведу и пришлю. Понять этот замысел, рационально объяснить его, аргументировать невозможно, но по внутреннему чувствованию, если мы соглашаемся, что вот теперь за пределами мужского и женского, теперь излучаясь в том гендере, в котором мы воплощены, но высшим божественным смыслом и светом, и это благо, я благодарю жизнь и судьбу, что встречаю таких людей, которые очень мне созвучны в этом и служении, и движении, и понимании. я тоже благодарю все небеса, ну как я могла вот предполагать, что я буду с вами беседовать и к вам приеду, и буду одарена всем, чем одарена, на самом деле мне была нужна вот эта маленькая подпорка, что так бывает, и я не одна. Это вот это самое главное, потому что когда путь эксклюзивный, уникальный, непонятный и выходящий вообще за рамки объясняемого, раз в полгодика приходит вопрос, я вообще нормальная? Может быть я вообще не формат какой-то, может это вообще психиатрия, нет? А когда смотришь, что таких с ума в сердце сошедших людей много, то как-то не одиночество вообще это высшее блаженство. Спасибо, Лен, за общение, за встречу, я думаю, не последний раз, а вот так вот посидеть, поговорить о том, об этом. Все, обнимаю, люблю, пока. Все, обнимаю, благодарю.